Как нож сквозь масло, с такой же легкостью мотобур преодолевает 40-сантиметровый слой льда. Все ради того, чтобы эколог смог зачерпнуть нужное количество воды для анализа. Так, кислорода в воде должно быть не меньше 6 миллиграмм на дециметр кубический. В пробирку добавляют специальный раствор, помещают в контейнер. После сотрудники отправляются на следующую точку. Как правило, пробы отбирают в 3-4 местах. 10 метров, 100 метров от берега. По словам специалистов, выгорание озер происходит из-за гниения водорослей. Для подпитки водоемов кислородом делают лунки. Также на озере Пионерском можно применить и другой способ, но он пока не работает. Ну, ежегодно подавалась вода через вот эту трубу. Химики подавали воду. Это очень большое поспорье было для того, чтобы обогатить воду кислородом. Мы таким образом, как говорится, озеро спасали и рыбу спасали, и тех обитателей, которые в воде есть. Конечно, можно уберечь озера и лунками, но тогда нужно, чтобы их было как можно больше. Активную помощь могут оказать рыбаки. Например, вместо 5-6 отверстий просверлить 20, а то и 30. Что касается анализов воды, то они будут готовы в ближайшее время. Александр Халин, Булат Абдульманов, Новости НТР.